Ём, челом, тебе, родимая, твои верные сны. 13 сентября – знаменательная дата в истории Кубани. 85 лет назад в 1937 году было принято постановление о разделении Азова-Черноморской территории на Ростовскую область и Краснодарский край. Именно этот день принято считать датой образования нашего региона. Сегодня торжественные мероприятия прошли во всех муниципалитетах края, в том числе в Анапе. Ранним утром на новый флагшток торжественно водрузили один из главных символов Кубани. Хороша Кубань, рас красавица, никуда не глянь сердцем нравится. Однако история Кубани как житницы России началась немного раньше. 230 лет назад земли начали осваивать казаки. Императрица Екатерина II подписала соответствующую жалованную грамоту, передав территорию войску Черноморскому. И теперь Краснодарский край неразделим с исконными казачьими традициями. У нас на самом деле замечательные люди живут на Кубани. И в Анапе, и на Кубани живут действительно талантливые, гостеприимные, радушные, трудолюбивые люди. И конечно в этот день, в день 85-летия основания Краснодарского края хочется пожелать всем добра, благополучия, мирного неба, ну и конечно же здоровья. Это поистине самый такой светлый праздник в Краснодарском крае, день рождения Краснодарского края. В этом году мы отмечаем 230-летие высадки казаков на Тамань. Это для казаков самый значимый праздник. Ну а жителям, конечно же, здоровья, благополучия, процветания. Процветания не только в семьях, но и конечно во всем Краснодарском крае и несомненно в нашей великой родине России. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Антон Чистяков, Анапа. Регион.